Расскрою маленький секрет, такой вот наш, что когда открывалось наше пространство на третьем этаже, на первом этаже, и много где были, много видели, есть два пространства, где побывала, наверное, вся, без исключения, команда Абадеса. Вот одно из них это Часопус, а второе, это библиотека. Вот я бы хотела пригласить сюда Дмитрия, Дмитрия Мужу. Где вы? Ага. Ну ладно, наверное, Питрю будет приятно узнать, что в библиотеке побывала вся команда Абадеса. Окей. Ну что ж, хорошо. А еще у нас есть Евгения Пакидзе из Харькова. Антикафе, коворкинг уровень. Давайте послушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Отдельно оно и антикафе, и коворкинг. То есть не через дефис, там не вместе. Это история о том, как мы это все делали, по хронологии, те действия, которыми мы были вовлечены всецело. Кого-то, возможно, это разуверит, разубедит и предостережет заниматься открытием третьего места. Кого-то вдохновит и даст понять, что он на верном пути. А, ну, собственно, первый слайд был цель. Нашей целью была самореализация. Мы встретились, мне 24, моему другу 25. Он наемный сотрудник, я наемный сотрудник. Мы работаем в Москве, ненавидим Москву и хотим, наконец, сделать что-то свое. Своими руками сделать. Первое, на чем мы подумали, это стиль, это бренд, это узнаваемость. Мы обратились на краудфандинг, на краудсорсинговый ресурс, годизайнер. Нам прислали 70 вариантов логотипов. Мы спорили, кричали, выбирали. Наконец, выбрали это. Девушка из Нижнего Новгорода прислала и просто нас любила. И эти круги бакевов в этом дизайне потом мы использовали не раз. Они до сих пор у нас в идентике присутствуют. И слоган тоже потом на карте был. Потом пошел этап поиска. У меня прошло детство в Крыму, у Коли прошло детство в Крыму. Мы решаем, что сделаем это в Крыму. Для Крыма это был бы просто разрыв шаблона, потому что там строк лет и сезон, а вся зима люди бы зависали у нас, и это было бы просто супер. Я остаюсь в Севастополе, ищу помещения. Помещений нет. Помещений просто нет. И я еду, опустив руки, уже из Севастополя. Середина, начало октября. И хочу спать по дороге. Заезжаю в Харьков. Очень уютно. Это вот бронируемые места. Это вот свободные места. Это был полный провал. Я сразу признаю, это очень неудобно сидеть весь день на пуфе за этим журнальным столиком. Ужас. Это вообще супер. На веранде вообще рай. А вот это провал. В остальном коваркинг супер уютный. А это виды антикафе. Стулья, пуфы, проекторы, торшерчики. Да, вечером лаунж атмосфера, она была супер. Ну и сейчас это все есть. То есть это люди оценили, это был реально разрыв. Ну вот сидят веселые ребята. Музыкальные инструменты. Помимо музыки, помимо фона музыкального, еще были музыкальные инструменты. Это было тоже отличительной особенностью. Диджейский пульт я видел во многих заведениях в СНГ. Ну не во многих, но десяток не считал бы точно. Но драм-машины, процессоров эффектов, аудиокарты, которые весь этот процесс вам может записать и закинуть на SD-карту, я не видел нигде. Мы начали с бас-гитары и роландовского, боссовского эффектора. Сказав, что у нас нет гитро-хирона, зато у нас есть бас-гитара с эффектором. Акустика, плюс уже теперь электрогитара с комбиком. Короче, по музыкальной технике это был абсолютный рекорд. Сейчас, наверное, кто-то нас переплюнул, потому что у нас были весьма ограниченные ресурсы. Спасибо за внимание. Только во ВКонтакте мы называемся, наш адрес это уровень, потому что название родилось из фразы одного человека. Мы подумали, что так весь фильм говорит, когда придумали название. И во всех ответственностях это на уровне. Спасибо за внимание. Я отвечу вам на любые вопросы. Что лично для вас было самым сложным? Я, наверное, про себя постфактум подумал, что в Севастополе мне не клеилось, потому что я боялся и не верил еще в себя. Куча сомнений. Ну, конечно, я еще исследовал вообще настроение. Я каждый вечер, после весь день я ездил по городу, искал помещение. Вечером я выходил пообщаться с молодежью. И через две минуты после знакомства мне каждый второй говорил, Женя, срочно уезжай, здесь никому ничего не надо. Срочно вали, Женек. Там есть Киев, есть... Чего ты в Москву езжал? Я в себя не верил. Когда я переехал в Харьков, мы вскоре друг другу сказали, что пусть мы потеряем все, но мы испытаем это чувство старта, да, пусть потеряем все, но дальше я отправлюсь работать в контору. Но это надо было испытать, мы себе это сказали, и переехав в Харьков, я был реально уже готов потерять все. То есть вложили, прогорели через месяц, все, Женя, ты лопух, возвращайся в пыльную Москву, работай на дядю. И когда я стал готов потерять все, просто поперло. Я просыпался и не тратя вообще никаких сил, врывался и работал. Мы открыли 7 декабря и до 1 мая, за исключением выезда в Москву на сутки и возвращения, я без выходных и перерывов, 7 дней в неделю, пятница в субботу до последнего посетителя, это надо было и в 34 часа утра, я работал нон-стоп, 2 часа уборки с утра, всех этих 100 квадратных метров, и я не уставал вообще. То есть вот там, это к вопросам мотивации. Когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что вот это тебя схватило, то есть все расчистилось. Я сказал всем друзьям в Москве, что все, ребята, до свидания, я устал. Я в своей магистратуре сказал, что все, ребята, это все муть какая-то, я уже не ловлю тот поток. Всем сказал до свидания, поработал в группоне, группону сказал до свидания. Всем-всем-всем сказал, что все, не могу, поехал искать город мечты. Объехал Беларусь, Западную Украину, Харьков просто гравитации притянул. Я влюбился в этот город и людей, которые там живут. Ну, что-то я вообще ухожу далеко-далеко, можем у костра посидеть в этих вещах. Улица Гомарника, 6А. Вывесок нет, точно так же, как и рекламы. Вы набираете телефон, из любой точки города мы вас ориентируем, как нас найти. Но потихонечку уже узнают, даже таксисты уже начинают знать чего-то там. Хотя сейчас, спустя полтора года, уже больше, я понимаю, что нужно и вывеску на улице сделать, потому что тысячи, сотни людей проходят за неделю, они даже не знали, что в этом здании первое заведение города, которое было в формате антикафе. За месяц до нас открылось свободное пространство. Да, вот дома. Они вообще молодцы. Там совсем другой подход, совсем другая философия. Но они были раньше, мы увидели это, я каждое утро это смотрел, открылось ли такое заведение в городе или нет. Не было, не было, не было, с середины конец октября, я вижу, что оно открылось. Мы не первые. Ну да ладно, мы сделаем все совершенно по-другому. И абсолютно совершенно по-другому сделали. Вот там у нас действительно разделялась аудитория на старте. Потом люди стали ходить туда-сюда. Я прослушал, пропустил еще какие-то вопросы, это точно. А планы на будущее какие? Когда мы еще сидели на берегу Черного моря в Крыму, мы подумали, что сначала это антикафе, потом это какая-то технологическая площадка, потом из этого вырастает IT-парк, и где бы мы ни были, побережье это Крыма или какой-то другой город, где бы мы ни были, из этого в итоге вырастает местная Кремниевая долина. Вот это была мечта. Это было видение, что когда мы просто решили, что мы хотим сделать что-то сами, своими руками, дальше пошли планы, вот эти сверхцели, которые мы сегодня упоминали, да, вот на групповых занятиях. Сверхцель — это Кремниевая долина, где собирается сок интеллекта всего того народа, на который мы как агенты перемен работаем. То есть куда-то мы попадаем, как агенты перемен, и там начинается движение. Это была мечта, это было видение, и за красным и зеленым логотипчиком просился уже синий логотипчик, действительно уровень, без сокращения, уровень лаборатория, да, синенький тот кружочек, и там бы уже... Но планы поменялись. Нас... Вот сегодня опять же были разговоры про те ошибки, которые бы мы не допускали, если бы смогли переиграть, вернуться назад. Это разговор с арендодателем. Нам сказали, что в коворкинг мы сможем въехать в это помещение в июне 2013 года, а сдали нам его в начале ноября. И все лето с этой замечательной верандой было провалено, а мы все заработанные деньги в это вложили. И, ну, потом сезон, лето мы потеряли, а уже в конце осени начались события в стране, которые не... Ну, каждое яркое событие в новостях на нас отражалось так, что людям не до этого. У меня у самого реально руки ввалились, потому что после этого ты думаешь, ну, как дальше-то, ну, сколько нам осталось. Вот такие дела. Ну, сейчас я вот с начала, конец весны, начало лета вообще уже разуреется обо всем, потом, это, как, знаете, обычно, я полный отстой, я гений, я все смогу и так далее. Мы многим знакомо. Вот сейчас я набираю, пошел, видимо, в горочку, опять готов, что ничего не станет через месяц, и поэтому опять мозг заработал, и что-то придумается, что-то мы сделаем. Спасибо. 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 Спасибо.